Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в самом конце улицы Гончарова. Но изначально здесь улица не заканчивалась, она продолжалась в сторону бульвара на Венце, как бы очерчивая границы Древнего Симбирска. С 1898 года эта северо-восточная часть улицы называлась Завьяловской площадью. В 1918 году она была переименована Пролетарскую, а в послевоенном Ульяновске название Гончарова стало распространяться на всю улицу. С северной стороны улицу Гончарова завершает центральное отделение Центробанка России по Ульяновской области. Огромное здание было достроено в 1997 году. Проектировала банковские корпуса архитектурно-проектная мастерская под руководством Владимира Сергеенко. Несмотря на свой современный облик, здание украсило северный створ улицы Гончарова и составило созданием Дома Советов, выходящим на улицу Радищева, единый архитектурный ансамбль-комплекс. Ограду здания выполнили мастера кузнечного двора Корч. Последний по нечетной стороне улицы Гончарова дом, выходящий одной стороной на улицу Красноармейскую, имеет номер 37-1. С 1840 года эта угловая усадьба принадлежала симбирскому купцу Егору Григорьевичу Неугасову. Но во время пожара 1864 года от нее остались одни головешки. Долгое время место оставалось незастроенным. Лишь в начале 1870-х годов эту территорию приобрел мещанин Петр Яковлевич Кутенин. В 1883 году он стал купцом и позволил жить себе с размахом. В 1884-85 годах Кутенин выстроил каменный двухэтажный дом, типичный для провинциального горожанина Средней Руки. С начала 1890-х годов и до революции 1917 года усадьба принадлежала богатой крестьянке Чесновой. Новая домовладелица к существующему дому возвела меньший по высоте пристрой со стороны Староказанской улицы. С тех пор облик здания практически не менялся. В настоящее время здесь размещаются разные коммерческие структуры. Дом номер 35 тоже был выстроен купцом Егором Григорьевичем Неугасовым по проекту архитектора Костина. В 1870-х годах здесь размещалась живописная мастерская Арсения Иванова. Позже домовладение приобрел потомственный почетный гражданин Иван Сергеевич Хабков. В том же году новый владелец пристраивает к дому два каменных крыльца и переделывает внутренние помещения. Проект на перестройке был составлен архитектором Минеевым. В 1887 году со стороны дворового фасада к основному дому возводится каменная двухэтажная пристройка, предназначенная под кухню. В конце 19-го столетия помещение в доме Хабкова арендовала Римско-католическая церковь. С 1900 года до 1917 года здесь размещалось общество мещан в Симбирском. Оно насчитывало 12 тысяч человек, почти пятую часть населения Симбирска. Двухэтажный каменный дом номер 33-2, который одним фасадом выходит на улицу Мира, в допожарное время принадлежал купцу Ивану Ивановичу Сусоколову. Ивана Ивановича Сусоколова в городе уважали как хорошего предпринимателя, крепко стоящего на ногах. Он был владельцем пивного, водочного и винокуренного заводов, ветряной мельницы, а также постоялых дворов, питейных заведений, торговых лавок не только в Симбирске, но и в других городах России. В 1868 году новый владелец усадьбы купец Иван Чернышев выстроил дом, правую часть нынешнего. В июле 1892 года уже его сын пристроил к существующему дому каменное крыльцо, а южнее на углу улиц возвел каменный одноэтажный с мезонином флегель с каменными арочными воротами. Чуть позже он сделал пристройку для кухни, перестроил вход в подвал, а также террасы у дома и флегеля. Во второй половине 1890-х годов домовладение перешло к симбирскому купцу Василию Александровичу Стрелкову. Он был купеческим старостой накануне революции. В 1912 году Стрелков надстроил второй этаж над угловой частью дома, возвел две двухэтажные каменные пристройки со стороны Большой Саратовской со двора. Тем самым все постройки объединились в один дом. До революции дом был доходным, сдавался под жилье и магазины. С конца 1890-х годов до 1910-го года в этом доме квартировала семья военного врача, калерского советника Исаака Моисеевича Гальперма, героя Ловчи и Плевны. В русско-турецкую войну он служил военным врачом, составив 64-го Казанского пехотного полка. В 1901 году он был назначен симбирским общественным правином. После революции одно из помещений в бывшем доме Стрелкова было отдано еврейской общине в аренду под синагогу. В советские годы здесь находилась детская поликлиника и детская консультация номер один, отделение городской санэпидстанции. В 2007 году так называемая реконструкция здания оставила от дома лишь две фасадные стены по улице Гончарова и улице Мира. В здании разместился торговый центр. Следующее здание под номером 31-1, которое выходит с северным фасадом на улицу Мира и увенчано беседкой-ротундой, признано лучшим зданием последних лет. Проект многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения родился в архитектурно-проектной мастерской Сергея Арнольдовича Конгро. Здание приняли в эксплуатацию в 2006 году. Дом с беседкой был построен на месте детской площадки и снесенного жилого дома по улице Мира-1. По сведениям краеведов, в 1918 году здесь находилась одна из площадок под ошкольным воспитанием, сеть которых была утверждена Симбирским городским комиссариатом. Но благое начинание реализовать в полном объеме не удалось из-за гражданской войны. Под номером 27 находится построено в 2005 году пятиэтажное здание торгово-офисного центра со стилизованным изображением компаса. Дом спроектировал Ульяновс граждан-проект. На его месте стоял старый двухэтажный деревянный дом. Он когда-то входил в усадьбу мещанина Николая Павловича Максимова. Участок между улицами Большой Саратовской, Кирпичной и двумя переулками-Курмышками, ныне улицы Гончарова Мира и переулки Первый и Второй Мира, имеют давнюю цирковую историю. Сейчас его частично занимает гостиница. Здание цирка было переносного типа и по окончании гастролей оно разбиралось. Это здание было расположено на Большой Саратовской улице, сегодня это улица Гончарова, недалеко от так называемого Кривого дома. Оно было вместительным, цирковые программы были разнообразны. Так писал краевед Ястребов. Кстати, в Симбирске не раз на гастролях бывал известный клоун Владимир Дуров-старший. На зимний сезон артисты переезжали в Казань. Здание цирка просуществовало до 1951 года. Редактор субтитров А.Семкин